Всем привет! Это Фак и я профессор Пуданс. Каждую неделю мы рассказываем вам о четырёх новых играх, оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Устраивайтесь поудобнее, мы переходим к делу. Смотрите сегодня NBA 2K10. Продолжение одного из самых реалистичных баскетбольных симуляторов. В игре появилась возможность создавать собственного игрока и играть с друзьями в онлайне. Дримкиллер. Оригинальная вариация на тему Пэнкиллер. Играя за психиатра, мы пройдёмся по кошмарным снам её пациента в поля со всех стволов. Пэнкиллер. Воскрешение. Продолжение классического шутера, известного своей брутальной простотой. Надрать монстрам их велейной части теперь можно будет в компании друзей. Бордер Лэнс. Красивый и интересный шутер с прокачкой. Генератор оружия, простенькие покатушки на машинках и боссы разного уровня сложности. И всё это для вас. В апреле этого года исполнилось 5 лет с тех пор, как появился на свет Пэнкиллер. Последний, по-настоящему, великий шутер старой школы. Это когда на вас в среднем выбегает от 20 до 120 врагов в минуту. В честь пятилетия мясного шутера издательство Джо Вуд объявило о разработке второй части Пэнкиллер. Воскрешение. У Пэнкиллера воскрешение новый главный герой. Наемный убийца Уильям Шерман по прозвищу Дикий Вилл. Несмотря на прозвище, для своей профессии паренёк оказался слишком мягок, за что и поплатился. Во время выполнения очередного заказа, мимо заминированной машины с клиентами, проезжал автобус. Уильям, конечно, был не ангелом, но бесплатно убивать целый автобус ни в чём не повинных людей и в тот день не собирался. В попытке отвести беду Дикий Вилл погиб. В результате бедолаг оказался втянут в войну между Раем и Адом, как и его предшественник Дэниел Гарнер из первой части игры. Впрочем, сюжет здесь существует отдельно от геймплея. Рекомендуемые системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,6 ГГц, 3 ГБ оперативной и 512 МБ видеопамяти. На жёстком диске Пэнкиллер воскрешение займёт 6 ГБ. Главным козырем Пэнкиллера воскрешения станет режим совместного прохождения, который наверняка придётся по вкусу любителям сетевой игры. Ну а если компания не собралась, можно пройти игру плечом к плечу с компьютерным напарником. При этом игровой процесс со времён оригинала ничуть не поменялся. Уровни стали просторнее и связаны между собой логическими мостиками. Так, из готического собора вы не попадёте сразу во внутренности гигантского червяка, а пройдёте все необходимые для этого этапы. Но даже несмотря на это, играть в новые Пэнкиллеры будет интересно разве что ностальгирующим фанатам шутеров. Тройка за геймплей. Оружие стреляет особенно эффектно, благодаря приличному освещению, динамическим теням, колебаниям воздуха вокруг огня и электрическим зарядам. Правда, графический движок используется старый, ещё от первого Пэнкиллера, так что рассчитывать на феерические красоты не стоит. Тройка за внешний вид. Без зубодробительного саундтрека подобный мясной шутер, конечно, и не шутеры вовсем. К счастью, разработчики Пэнкиллера Воскрешения понимают это лучше, чем кто-либо другой. Прослушав множество композиций, они отобрали для этой игры действительно атмосферные вещи. Твёрдая четвёрка за звук. Подводя итоги, ещё раз отметим главные фишки нового проекта. Во-первых, Пэнкиллера Воскрешения – это продолжение классического брутального шутера. Во-вторых, нас ждёт богатый арсенал, состоящий из необычных средств умершления нежити. И, наконец, надрать монстрам их филейной части теперь можно будет в компании друзей. Но хардкор в случае с Пэнкиллером Воскрешения – это не только обилие мяса, но и, откровенно, слабое исполнение. Тройку получает сегодня сиквел культового Пэнкиллера. Кстати, за художественную составляющую нового Пэнкиллера ответственны наши с вами соотечественники. Вообще, проект получился интернациональным. В его создании также принимали участие англичане и австрийцы. Но хватит теорий. Пора переходить к более практичным вещам. Нашим ответом на ваши вопросы. Первый вопрос. Как справляться с топами мелкой нежити? Пока во всех прицелишься, они уже тебя сожрут. Отвечаем. Для решения этой проблемы вам поможет пушка, стреляющая коктейлями Молотова. В обычном режиме это мини-ган, плюющийся бутылками с саской смесью. В альтернативном во врагов летят горящие коктейли. Урон от них меньше, чем от ракет. Зато разлет огня очень большой. Отлично помогает против мелких врагов. Вопрос. У меня есть какие-то черные карты Таро, но что с ними делать, не знаю. Отвечаем. Каждая карта обладает своей магической силой. Наиболее полезная из них – карта замедления времени. Следующий вопрос. Как мне убивать больших толстых монстров? Они меня очень досаждают. Отвечаем. Лучше всего, уворачиваясь от их снарядов, подойти как можно ближе. Таким образом, можно будет свалить толстяка с циркуляркой. Главное – целиться точно в брюхах. Тогда он разлетится на куски с одного удара. Проект чешской студии Mindware Dream Killer с момента анонсирования находился под пристальным вниманием игровой общественности. Ажиотаж главным образом был вызван тем, что действие игры, тривиального, казалось бы, шутера, разворачивается в глубинах человеческого разума. Посмотрим, оправдались ли ожидания геймеров. Начав в 2005 году со шпионского экшена Cold War, эдакий сплинтер цел журналистом в главной роли. Чешские разработчики два года занимались некоммерческим модом к своему любимому европейскому аркадному шутеру, название которого очень похоже на Dream Killer. В 2007 году мод привлек внимание издателя Dreamcatcher Interactive и превратился в полномасштабный коммерческий аддон Painkiller Overdose. Отличия от оригинала в основном концептуальны. Из религиозного хоррора разработчики ударились в чистую психоделику. Главная героиня Dream Killer – психолог Алиса Дрейк, которая с оружием в руках проникает в кошмары собственных пациентов и избавляет их подсознание от омерзительных собакоподобных монстров и прочих гигантских пауков. Системные требования игры таковы. Процессор, работающий на частоте 2,8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видеопамяти и 11 ГБ на жестком диске. В игре 12 уровней, каждый из которых посвящен одной конкретной фобии или неврозу. Небоскреб, кошмар всех, кто боится высоты, сумасшедший дом, женщина боится загреметь в психушку, кукольный театр с маленьким игроком в огромных декорациях, затянутые паутины за парк, арахнофобия, дремучий лес, боязнь заблудиться и все в таком духе. Если в клинике для душевно больных враги носят маски и смирительные рубашки, то в лесу за нами гонятся ожившие деревья, которые умеют генерировать над игроком локальную бурю, сыпется не просто град, а фаерболы или сломанные ветки. Но несмотря на такое богатство в плане выбора фобии, играть достаточно скучно. Наша оценка геймплея 3 балла. Графика в Dream Killer, как это часто бывает с долгостроями, безнадежно устарелы и не идет ни в какое сравнение с современными представителями жанра 3D-шутер. Конечно, ожидать голливудских красот от проекта, который начинался как любительский мод, не приходится. Но авторам стоило адаптировать свою игру под современные требования к графике. А пока что за графическое оформление Dream Killer получает 3 балла. Звук в Dream Killer, пожалуй, самая сильная часть игры. Мрачная музыка и всевозможные приемы, с помощью которых игра запугивает игрока, работают на 100%. Наша оценка звукового сопровождения 5 баллов. По замыслу авторов, средство расправы с монстрами игроку любезно предоставляет подсознание пациентов. Так что ни одна огнестрельная единица в Dream Killer не выглядит так, словно ее мог придумать психически здоровый человек. Так что психоделика здесь не цель, а средство, дизайнерский инструмент. Перед нами явно улучшенный и расширенный аддон к первому Pain Killer. Жаль только, что релиз запоздал годы эдак на 3. Наша общая оценка Dream Killer 3 балла. Dream Killer это сплошное разочарование. Архаичная графика, всего 12 однообразных и унылых уровней, неудобный интерфейс и примитивный геймплей. Все вместе это заживо похоронило оригинальную задумку авторов. Тем же, кто все-таки решился пройти до конца эту игру, советуем посмотреть наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Помогите. У меня не сохраняется игра. При каждом запуске выкидывает на первый уровень. Помогаем. Дело в том, что игра некорректно работает с русской версией операционной системы. Переименуйте папку мои документы в My Documents, чтобы решить эту проблему. Также придется переименовать учетную запись, если она написана кириллицей. Следующий вопрос. Я застрял на уровне с дремучим лесом. Как там завалить гигантское дерево? Вокруг него носится рой пчел, с помощью которых он регенерирует. Отвечаем. Приглядитесь к этому боссу внимательнее. Если смотреть сквозь колонны, то вы увидите, что внутри него висит гигантский улей. Он похож на большой горшок. Мочите его со всех стволов, и дерево титана падет ниц. Следующий вопрос. Примерно на середине уровня на моей руке появилась ящерица. Для чего она нужна? Отвечаем. Ящерица выскакивает, когда вы наберете определенное количество коричневых шаров, которые выскакивают из врагов. После этого огонь станет мощнее. Такие же навороты появляются и на других видах оружия. Смотрите далее. Borderlands. Красивый и интересный шутер с прокачкой. Генератор оружия, простенькие покатушки на машинках и боссы разного уровня сложности. И все это для вас. NBA 2K10. Продолжение одного из самых реалистичных баскетбольных симуляторов. В игре появилась возможность создавать собственного игрока и играть с друзьями в онлайне. Это был анонс второй части. Увидимся сразу после рекламы. Стоп, реклама пошла. Everybody dance now. Вот теперь из фанатов меня точно никто не узнает. Сделай паузу, скушай твикс. Borderlands. Это экшен-РПГ в постапокалиптических декорациях. Сюжет игры сдобрен огромной дозой юмора. Есть и многочисленные квесты, разные классы персонажей с непохожими умениями и очень мощной системой развития. А также огромное количество оружия. Плюс очень приятная графика и возможность кооперативного прохождения. А теперь обо всем об этом более подробно. Borderlands. Это самый масштабный и амбициозный на сегодня проект студия Gearbox Software. Необъятная планета Пандора. 600 тысяч единиц оружия. Сотни квестов. Гигантский мир. Заезды по соляным пустошам. Этот проект в равной степени походит на все шутеры с генерируемым содержимым. Far Cry 2, Xenos и Hellgate London. Этот поджанр не первый год берут приступом. И за все время он поддался только украинцам из GSC Game World. Да и то с некоторыми оговорками. Разработчики с пеной у рта вещали на презентациях о том, как они долго сочиняли генератор оружия. О том, как вы никогда не найдете в игре два одинаковых сундука. Как они переносят динамику и темп Диабола в шутер. Но время шло. И весной 2009 года игра полностью сменила свой визуальный стиль. Благодаря новому внешнему виду Borderlands действительно заметно выделяется на общем жанровом фоне. Но гораздо важнее то, что в нее стало проще и интереснее играть. Рекомендуемые системные требования. Двуядерный процессор с частотой 3 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти. И 512 МБ видео. А также 8 ГБ на жестком диске. Borderlands это, напоминаем, игра, в которой нет ни одного заранее придуманного дизайнерами оружия. Все, что вы находите, заряжаете и направляете в сторону врага, генерируется игрой по хитрым алгоритмам. У разработчиков получилось сделать игру наглядной, и вы четко понимаете, какой объект нужно подобрать с земли, а какой нет. Кроме того, в игре присутствует классовая система, и каждый герой имеет свою специализацию. Это далеко не все, чем нас готовы порадовать разработчики. Присутствуют кооперативный режим, быстрые поездки на машинах, боссы, харизматичный юморной робот и мелкие недостатки. Например, не очень интересные квесты и практически полное отсутствие сюжета. В общем, не все так страшно, и скорее всего, эта игра будет интересна как и в одиночном режиме, так и в мультиплеере. Поэтому мы уверенно ставим 4 балла за игровой процесс и переходим к графике. Внешне игра выглядит оригинально и красиво. Вы сможете наслаждаться ярким окружением, детально рассмотреть любое оружие и полюбоваться спецэффектами. И с этого момента нужно кое-что уточнить. В игре не очень хорошо проработана физика. Она, безусловно, есть, но не везде, где ее хочется видеть. Помимо этого, очень мало видеовставок. А те, что есть, разнообразием не балуют. Наша оценка внешних данных игры снова 4 балла. С озвучкой тоже не все идеально. Со временем начинает надоедать однообразная музыка. В некоторых трейлерах к игре она куда интереснее. Зато сочные выстрелы порадуют любого фаната Мочилова. Мы предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры, а наша оценка звука 4 балла. Вы хотели легкий, ненапряжный шутер с прокачкой? Тогда распишитесь и получите. А получите вы симпатичную графику, динамичный игровой процесс и море удовольствия, если будете играть с друзьями в кооперативе. Робот для развлечений прилагается. И несмотря на все недостатки, наша общая оценка игры 5 баллов. Borderlands — игра, которая вызывает сугубо положительные впечатления. Конечно, присутствуют и недостатки, к которым можно придираться до бесконечности. Но это дело вкуса. Поэтому, если вы увлеклись данным проектом и столкнулись с трудностями в прохождении, посмотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Какие основные отличия персонажей в игре? И можно ли сменить класс во время прохождения? Отвечаем. Как это в основном бывает, выбор персонажей определяет ваш стиль на всю игру. Основное отличие персонажей в их способностях. Например, солдат может использовать автономную турель, а снайпер запускает боевого орла. При этом обычное оружие можно использовать без ограничений, а класс сменить во время игры невозможно. Следующий вопрос. Можно ли как-нибудь продать патроны, чтобы денег заработать? Отвечаем. Нет, патроны продать не получится. Впрочем, они вам еще пригодятся. Следующий вопрос. Как мне отключить голосовой чат в мультиплеере? Отвечаем. К сожалению, пока что такой возможности не предусмотрено. Не терпится поделиться с вами радостной новостью о том, что в ближайшие выходные на канале Муз ТВ в проекте Cinema Game вы сможете увидеть новой серии приключений Сэма и Макса, офицеров вольной полиции. Хороший детектив должен уметь хорошо готовить. Ну, конечно, как же можно забыть подсыпать асбеста? В поисках безумной ведущей Майеры Сэм и Макс натыкаются на старых знакомых трех шипучек. Я чувствую себя как в сказке. Детективы становятся счастливыми обладателями миллиона долларов. Мы богаты, гнусно богаты. И продолжают свое восхождение на вершину Олимпа шоу-бизнеса. Сам жду не дождусь следующих выходных. Такого больше нигде не увидишь. Не пропустите. Cinema Game – кино по вашим любимым играм. Если лучшей музыкой для вас является ритмичный стук мяча по баскетбольной площадке, если при виде баскетбольного кольца вы инстинктивно начинаете прикидывать, откуда лучше совершить бросок, то пропускать игрушку, о которой сейчас пойдет речь, просто преступно. Встречайте NBA 2K10! В последнее время основным требованием к играм, симулирующим реально существующие события, является реализм. Новая игра NBA 2K10 не делает исключением. Все объекты и субъекты в игре настолько реальны, что вы скорее почувствуете себя одним из счастливчиков, находящимся в зале, чем обыкновенным геймером, сидящим перед монитором персонального компьютера. Всех участников баскетбольного первенства трудно отличить от реально существующих игроков. И это обусловлено не только фактом, что они похожи лицом, но и тем, что все их движения на поле, особенности стиля игры и выражения лица во время атаки или защиты, полностью соответствуют реальным игрокам. Системные требования к игре следующие. Процессор с тактовой частотой 3 ГГц, 2 ГБ оперативной и 256 МБ видеопамяти. На жестком диске игра займет ни много ни мало 10 ГБ. В игре NBA 2K10 присутствует множество улучшений, касающихся управления игроками во время защиты и нападения. Теперь виртуальные баскетболисты владеют уникальными приемами, которые полностью соответствуют фишкам реальных игроков. Но это все цветочки по сравнению с тем, что разработчики оставили нам на десерт. Теперь в серии NBA появилась возможность помериться своими силами с другими игроками в режиме онлайн. Мы можем выбирать, либо играть против компьютерно управляемой команды, либо доказать свое умение реально существующим геймерам. Выбор в ваших руках. 5 баллов за геймплей. Подача происходящих на экране событий осуществляется с помощью десятка различных камер. Каждый найдет себе ракурс по вкусу. Особенно красивые моменты смакуются в замедленном действии, будь то сокрушительный слэм-данк или решающий бросок из-за дуги. Общие картины выглядят великолепно. Серая безликая масса, обозначающая валельщиков канала в лету. На смену ей пришли вполне приличные трехмерные модели зрителей. Отличная детализация, куча мелких деталей, таких как татуировки, напульсники, бинты и даже капельки пота на теле и форме. Пятерка за внешний вид. Спортивные обозреватели, которые комментируют матчи, также воссозданы с реальных людей. Так что яростные поклонники баскетбола, которые любят смотреть матчи на зарубежных каналах, наверняка узнают знакомые голоса. В перерывах между матчами и в настройках игры мы с вами, как и положено в баскетбольной культуре, будем слушать ритмы и хип-хоп музыки. Пятерка за звук. НБА 2К10 безусловно лучший симулятор баскетбола на данный момент. Здесь нет ощущения виртуальности и игрушечности происходящего. Все аспекты игровой механики работают только с единственной целью целиком и полностью окунуть геймеров в атмосферу национальной баскетбольной ассоциации. Общая оценка игры 5 баллов. В новом сезоне серия НБА о 2К все так же продолжает держать курс на реализм. Игроки ведут себя на площадке максимально естественно, а их движения плавные и грациозные, как в жизни. Теперь пришло время наших ответов на ваши вопросы по игре НБА 2К10. Первый вопрос. Подскажите, почему, когда я перехватываю мяч у противника, у меня не получается убежать в быстрый отрыв? Что делать? Отвечаем. Попробуйте такую комбинацию. Зажать кнопку броска совместно с клавишей турбом. Ваш игрок ракеты устремится к кольцу противника. Следующий вопрос. У меня проблема. Не сохраняет профили настройки. Что делать? Отвечаем. Попробуйте при сохранении не использовать кирибицу. Возможно, это разрешит вашу проблему. Следующий вопрос. Подскажите, как делать навесы на кольцо, какие кнопки нажимать? Отвечаем. Во время атаки используйте комбинацию shift плюс space. Внимание! Канал Муз-ТВ и проект ФАК объявляют конкурс на должность ведущего. Если вы молоды, красивы и талантливы, разбираетесь в индустрии компьютерных игр и стремитесь к успеху, а также учитесь в институте, присылайте свое резюме на наш электронный адрес. faq.sobaka.musdifistv.ru Тема конкурс. Письма без фотографий рассматриваться не будут. На сегодня, думаю, хватит. Меня зовут профессор Пуданс. Это был ФАК. Не забывайте заходить на вап-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог. И задавайте мне вопросы. Будем общаться. wap.musdifistv.ru Я всегда в твоем мобильном. До скорого!